МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА с Михаилом Игнатьевым возвращается с прорывными соглашениями. Какие проекты будут реализованы в Республике? И какие задачи перед субъектами ставят в Федеральном Центре? Подробности в следующем мысериале. Программа Сочинского экономического форума обширна. На его полях состоялись десятки деловых переговоров, конференций и сессий. В рамках одной из них обсудили, как сделать более совершенными межбюджетные отношения. Идеальную модель Федеральный Центр и регионы выстраивают сообща. Возникает немало вопросов. Нужно ли усиливать помощь субъектам или дать им больше самостоятельности? Какие проблемы существуют в финансовом распределении средств? Как трансформировать систему субсидирования регионов? Сегодня мы действительно отмечаем, что полномочия делегируются на уровень субъекта. И в последующем отмечается сокращение расходов на выполнение этих полномочий. Возможно и это обсуждение темы забрать эти полномочия на уровень Федерации. И, соответственно, есть и другая тема. Большая часть, наверное, мы об этом говорим, что субъекты в принципе могут качественно выполнить переданные полномочия, но только их нужно обеспечить финансами в полном объеме. Региональная политика вообще основная тема повестки форума, отметил председатель правительства России Дмитрий Медведев на пленарном заседании. Понятно, что исходные позиции у субъектов разные. Это касается многих вещей, включая природные ресурсы, наличие крупных предприятий, дорог, электростанций, университетов, научных центров. У нас нет универсального механизма, который бы гарантировал нам успехи. Но я уверен, в России, несмотря на текущие трудности, не существует бесперспективных регионов. Это совершенно очевидно. Да, у каждого свои особенности, но есть и свои конкурентные преимущества, это тоже очевидно. И природные, и отраслевые, и ресурсные, и трудовые, на которых и нужно зарабатывать деньги. Поэтому первой нашей задачей здесь является выявить в каждой территории собственные точки роста. Коллеги-губернаторы, которые присутствуют на форуме, и так этим занимаются. Но нужно это делать интенсивнее. В Чувашии формирование проектов развития стало повседневной практикой. На российский инвестиционный форум делегация нашей республики приехала основательно подготовленной. Именно здесь многие идеи, озвученные ранее, получили документальное подтверждение. Напомним, глава Чувашии уже встречался в прошлом году с итальянскими бизнесменами. Сотрудничество с Римским телематическим университетом обретает конкретные формы. Начатые в республике переговоры о возможности открытия в регионе селекционно-семеноводческого центра продолжились в Сочи. Я считаю, что власти Чувашской республики помогают очень, особенно нам, иностранцам чувствовать себя комфортно в регионе и организовывать наш бизнес. Я встретил замечательных партнеров, и поэтому я планирую реализовать инвестиционный проект в Чувашской республике. Минсельхоз России идею поддержал. А первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что к сортоиспытаниям нужно приступать уже в этом году. На площадке форума глава республики подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Чувашия и телематическим университетом имени Никола Кузана. В нем прописаны этапы строительства современного тепличного комплекса в Марпасадском районе. Проект заявляет, что это теплица пятого поколения. Объем инвестиций на уровне трех миллиардов рублей. Поэтому я думаю, что в течение ближайшего года мы выйдем на стройку, после того, как это проектируется, и уже в следующем году будет открытие этой теплицы. Это не первый этап только теплицы у данной компании, поэтому я надеюсь, что и после того, как будут выстроены успешные планы реализации продукции, и планы по расширению, они действительно существуют. Еще два соглашения о сотрудничестве в различных сферах глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал с губернаторами Саратовской и Нижегородской областей. Общепринятая практика с годами не потеряла своей актуальности. Мы вполне можем очень серьезно поучиться развитию сельского хозяйства. уровень благоустройства. Я бывал во многих городах, особенно в Чебоксарах, и, конечно, уровень благоустройства повыше, чем у нас в Нижнем Новгороде. Мы соседи, и поэтому я считаю, что вот это соглашение, оно призывает нас к конкретной, более активной, постоянной работе. С обоими регионами у Чувашии сложились давние взаимовыгодные отношения. Новые документы, по мнению главы республики, подтверждают современную тенденцию. Вместе мы будем сильнее. Задача стоит, приоритет государственной политики в Российской Федерации обозначен с учетом предъявленных санкций бороться с импортом. И мы, вот те сильные стороны, используя разных регионов, должны продавать продукцию в реальном секторе экономики, услуги, даже включая IT, на экспорт. И создавать тем самым новые рабочие места, с учетом того, чтобы наши молодые люди могли самореализоваться. Дмитрий Ковалев, Елена Гарпелина, Андрей Спиридонов. Республика. Из города Сочи. Как сообщает Чувашстат, в 2016 году в сравнении с 2015 сократилась численность государственных служащих. По информации Минфина Чувашии, рост среднемесячной заработной платы в республиканских государственных органах на 6% обусловлен сокращением штатной численности при сохранении объема фонда оплаты труда. Напомним, что решения о повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики, и размеров должностных окладов государственных гражданских служащих последний раз принимались в 2013 году. По данным гидрологов, сейчас запасы воды в снежном покрове в бассейне Чебоксарского водохранилища превышают норму на 20%. Специалисты ожидают бурный поводок. На Чебоксарской ГЭС создана поводковая комиссия, которая ежедневно проверяет готовность станции к прохождению половодья. О том, в каком режиме работает ГЭС сейчас, в нашем репортаже. Раз в 20 лет именно такой прогноз дают специалисты на предстоящий поводок. Снега в этом году много, но ГЭС готова к большой воде. Павел Машенцев будет встречать половодей в должности начальника смены станции впервые. Рассказывает, что не волнуется. Работа идет в штатном режиме. Холостых сбросов воды сейчас нет. Контролировать режим пропуск водных ресурсов в соответствии с правилами федерального агентства водных ресурсов. То есть поддерживать верхний объев Чебоксарской ГЭС в установленных пределах. На данный момент установлено 60,3330 – это верхний предел и 62,50 – это нижний предел уровня воды. На мониторе видно, что сейчас уровень верхнего объева околеблется в отметке 62 метра 80 сантиметров, нижнего – 53,27. Этот объем воды способны пропускать работающие гидроагрегаты. Два из восьми сейчас на реконструкции. Но даже в режиме быстрого таяния снега станция справится с задачей, уверен директор Чебоксарских ГЭС господин Бурдюков. Но поскольку гидросооружения работают в непроектном режиме, есть опасность подтопления левобережья. Поскольку регулировку стока по Волско-Камскому каскаду проводит бассейновое управление, то они по своим расчетам ожидают отметку в районе гидроузла максимальную на водохранилище 64,43. Это для того, чтобы уменьшить расход через гидроузел и уменьшить подтопление в первую очередь Юржумки, как Шайска, потому что гидроузел может всю воду пропустить, это без великих проблем. Но тогда там возникнут проблемы. Вот я так понимаю, они из двух зол выбирают меньшее, чтобы подтопить немножко со стороны верхнего объекта, там проблем будет меньше. Еще в начале января бассейновое управление приняло решение о предпаводковом регулировании уровня воды. Вышестоящие ГЭС сбрасывают в 2-2,5 раза воды больше. Именно этим и вызвано раннее вскрытие Волги в этом районе. Как говорят гидроэнергетики, лед в районе Нижнего Вьефа Чебоксарской ГЭС в этом году вскрылся довольно рано. И вот такие вот промоины есть вплоть до морпосада. И здесь, конечно, в первую очередь встают вопросы безопасности. Рыбачить просто нельзя. И тем более нежелательно проводить в районе Чебоксарской ГЭС различные мероприятия. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика. Вместо тазиков и березовых веников игровые автоматы. В Чувашии вынесли приговор организатору игорного бизнеса, который конспирировал свои салоны, в том числе под сауны. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель города Козловка. Следствием и судом установлено, что с августа 2015 года до момента пресечения его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов в июле прошлого года злоумышленник создал на территории столицы республики сеть законспирированных подпольных игровых салонов, состоящую из пяти точек, которые оборудовал игровыми автоматами. Один из таких салонов действовал под видом сауны в арендованном доме в деревне Чандрово. В результате своей противоправной деятельности он извлек незаконный доход на общую сумму свыше 17 миллионов 400 тысяч рублей. Кроме того, при организации незаконного игорного бизнеса злоумышленник использовал контрафактные компьютерные программы, исключительные права, на которые надлежат иностранные компании. В результате ей был причинен ущерб на общую сумму свыше 19 миллионов рублей. Теперь предприимчивому мужчине предстоит провести два с половиной года в колонии строгого режима и выплатить штраф в 250 тысяч рублей. Полицейские чуваши задержали очередного мошенника. По программе «Молодой специалист» эта программа была. Мы обманывали людей. Получается так, что я обманывал людей. Но это получилось. Искренне, что даже сожалею. Мужчина даже не скрывает, что применял мошеннические схемы. Он предлагал горожанам по выдуманной программе купить квартиры в строящемся микрорайоне дешевле, чем у застройщика. Действовал через посредницу, которая находила клиентов, заключала с ними договор перенаема жилья у строительной компании, а потом, получив деньги от покупателей, переводила их на счет своего сообщника. Обещанную новую квартиру в разы дешевле, чем у строительной фирмы, так никто и не получил. А низкая стоимость жилья привлекала немало покупателей. Таким образом, чебоксарец заработал 28 миллионов рублей. Сейчас он находится под стражей. В год матери и отца мы решили знакомить телезрителей с разными семьями, живущими в нашей республике. Большими, многодетными, талантливыми и, главное, счастливыми. И узнавать их рецепт удачной семейной жизни. Итак, знакомьте семья Львовых из Яльчикского района. Счастье – это, когда тебя ждут дома. Так что Юрий должно быть очень счастливый человек. Его ждут супруга и семеро детей. Впрочем, радости лишних не бывает. Недавно государство помогло многодетным родителям улучшить жилищные условия. Теперь в доме места хватает всем. Большой дом, как и большая семья, это непросто. Нужно поддерживать порядок, проявлять заботу и вовремя ремонтировать. Хоть крышу, хоть отношения. С этим у семьи Львовых проблем нет. В прошлом году в конкурсе «Семья года» они победили в номинации «Трудолюбивая семья». А рецепт счастья у Надежды Юрия простой. Моя семья, мое богатство. Я считаю, что я самая счастливая женщина на свете. Чтобы была такая дружная семья, дружная и крепкая семья, надо всегда уважать друг друга, любить и помочь в трудные минуты. Надежда для меня самая красивая, самая нежная, самая трудолюбивая. Я ее люблю и уважаю. Самое главное, я ее люблю. Что ж, этот рецепт проверен. Работает уже 15 лет. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. Искусство вызова в Чувашском государственном художественном музее открылась выставка нижегородского андеграунда «Черный пруд», посвященная 30-летию творческого объединения. О советском и российском авангарде в нашем следующем сюжете. Их было 9. Молодые и амбициозные, талантливые и неординарные. Художники, чьи картины буквально дышали свободой и жаждой к жизни. Галина Коковкина, Николай Сметанин, Наталья Панкова и другие. Первые выставки прошли на Черном пруду в Нижнем Новгороде. Отсюда и название объединения. И тогда это объединение со своими выставками сделало невозможное казалось бы до того времени. Оно вызвало бурю эмоций и большого интереса у зрителей. Я стала членом Черного пруда в 89-м году, то есть через два года после его создания. Но был момент, когда первые два года я ходила на выставки чернопрудовцев, получала кучу эмоций, мне так все нравилось. С Чувашским государственным музеем чернопрудовцев связывает длительная дружба. Он не раз был площадкой для выставок и творчества. У нас сохраняются фотографии, где художники Черного пруда вот в этом зале рисуют большие вещи. Они были здесь же написаны, здесь же выставлены. Сейчас в выставочных залах музея 57 картин. По ним можно проследить историю становления каждого художника. Здесь собраны произведения за все 30 лет существования объединения. Искусство должно выражать свою эпоху. Никакие другие произведения наверное не отражают то настроение то состояние поиска новых форм отказ от каких-то классических моментов реалистического искусства как вот эти произведения. Эта выставка является как бы сокровищницей выставочной деятельности нашего музея. Прекрасная выставка и каждый зритель здесь найдет ответ на свои вопросы. Татьяна Леонтьева Олег Якимов Республика Плесцелиновая ворона Международный музыкальный фестиваль под таким названием состоялся в Подмосковье. Сразу три юные вокалистки из Чувашии привезли домой дипломы первой степени. С одной из них встретился наш корреспондент. Напомнится в вороне А может быть собаки А может быть корови Однажды повезло Всем и взрослые и дети хорошо помнят этот советский мультик. Президентом и единым вдохновителем фестиваля является автор всем известной вороны композитор Григорий Гладков. Так что название конкурса вполне объяснимо. Голос Даша пленила членов жюри и зрительскую аудиторию. За исполнение фактлорной песни девушка получила самые высокие баллы. В свои семь Дарья поет на пяти языках итальянском, английском, латинском, чувашском и русском. Профессионально заниматься вокалом начала с пяти лет, когда увидела выступление сверстниц со сцены. Мне понравилось как там они пели люди. И я заинтересовалась. Я начала ходить в музыкальную школу. Потом я научилась петь тоже как они. Моим успехом радуется мама, сестра, бабушка, брат. Когда я вырасту я стану певицей, актрисой. Преподаватель Даша Диляра-Стулова считает, что у девушки есть все шансы попасть на большую сцену. Девочка у нас поет в двух вокалах. То есть она поет в эстрадном направлении, эстрадный вокал и плюс основа я все-таки считаю, что у нее академическое пение. Мы работаем и над сценическим образом и она занимается у меня в классе мы занимаемся хореографией и постановкой вокала и я думаю, что обязательно эта девочка у нас пойдет куда-то дальше поступать. Может быть на эстрадную джазовую начнем с Чебоксар. Следующим этапом для юной певицы станет участие во Всероссийском фестивале вокально-хореографического творчества. Подготовка к нему Дарья с преподавателем уже занята вплотную. Дарина Игнатьева, Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. 2 марта в Новосибирской области стартуют Всероссийские сельские зимние спортивные игры. В составе команды из Чувашии 25 спортсменов. Перед их отъездом наша съемочная группа встретилась с участниками соревнований. Старт Всероссийским сельским играм будет дан 2 марта. Однако подготовка к нему проходила в течение всего года. В Новосибирскую область отправились те, кто победил сначала на муниципальном уровне, а после прошел и республиканский отбор. Нам удалось отобрать лучших представителей Чувашии, которые будут защищать честь нашей республики на финальных соревнованиях. Участие в финальных спортивных играх это вершина того, чем мы занимаемся и мы хотим, чтобы вы успешно выступили так же, как и на летних спортивных играх. Многие из участников представляют Чувашию не первый год. Так, уроженка Вурнарского района Галина Павлова на финал сельских игр отправляется уже 14-й раз. До этого она выступала в лыжных гонках, палеотлоне, состязаниях среди косарей. В этом году дебютировала в многоборье среди дойеров. Очень долго, упорно мы собирали этот доильный аппарат и у нас все получилось. В этом году как-то на сельских зимних играх подумали и решили выступить как дойеры. И опять выступили удачно, заняли первое место в Чувашской республике. Всего в зимних сельских играх нашей команде предстоит выявить сильнейших восьми видах состязаний. В гиревом спорте, лыжных гонках, палеотлоне, шахматах, шашках, соревнованиях среди механизаторов, дойеров и спортивных семей. На предыдущих играх команда Чувашей заняла второе место в своей группе и пятое в общем Наши новости и программы смотрите на сайте НТРК21.ру А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашей. Продолжение следует... Продолжение следует...